Здравствуйте, Валентин Николаевич Здравствуйте, Григорий Олегович Значит, у нас сегодня 17 марта 23 года Вы мне перед разговором сказали, что у вас сегодня была встреча избирателей Я правильно понял? Ну, это встреча некоторого актива избирателей Ну, понятно А избирателей какого-то района, или как это у вас считается? Городского района, или города, или как-то Нет, это у нас актив, который себя позиционирует как российское общественное движение Советы избирателей Которая решает задачу организации общероссийского движения избирателей Вот так Ага, я понял Это некоторый актив, который берет на себя организационную роль Я понял, то есть это не конкретно ограничено какой-то территорией на местности Правильно? Да Но встреча проходила в очном формате В очном формате, совершенно верно Вот, и сколько человек было? Ну, у нас сегодня собралось порядка 40 человек Ага, вот Ну, и вот я перед нашим разговором высказал такое приключение Сейчас нам с вами обсудить какой-нибудь вариант Как возможность, как вариант работы собравшихся людей В парах, но не все это время, а как вы сказали там Мы сегодня заседали пять с половиной часов А какую-то часть времени, ну, к примеру, два часа из этого времени Вот Ну, и как вы смотрите, обсудим, да? Ну, вы мне предложите структуру Как, ведь люди там, там 40 человек одновременно Как это попарывать? Что все должны по парам разбиться или как? Предложите, в какой логике они будут общаться Да, сейчас я хочу что-то предложу Я расскажу, как сейчас Сейчас мы объявляем некоторую повестку Перечень вопросов, которые собираемся обсудить Эта повестка всеми согласовывается Скажем, четыре вопроса Вот И по этим четырем вопросам мы все вместе одновременно обсуждаем Вот по каждому вопросу есть какой-то один-два докладчика Пока достаточно Пока достаточно, вот смотрите Итак, на следующий раз Вы тоже будет такая повестка на четыре Вот там на два, на три, на четыре вопроса Вы ее заранее как-то согласовываете, правильно? Заранее предварительная повестка А потом, когда собираемся, мы ее уточняем Потому что могут быть дополнительные вопросы Понятно, вот, смотрите То есть у нас есть неделя на подготовку Поскольку вы сказали, что собираетесь В режиме раз в неделю Вот Ну что же, мне как технологу по парной работе По организации такой работы Пока что достаточно данных Соответственно, ну, наверное, тут уже само собой очевидно Из того, что вы сказали Зачем люди собираются Что это люди взрослые Очень разнообразные И, соответственно, ну, каждый себе Ну, у меня что-то имеет Правильно Вот, и по, как бы, по уровню развития Так, в общем, скажем, там, ну, образования Это тоже очень разные люди Очень разные люди Совершенно верно Вот, там, ну, всякие вот эти привычки И все это очень разнообразно Вот Вот этого мне достаточно для того, чтобы начать Ну, делать оргпроект И вот мы его сейчас проговорим прямо сразу Потом, конечно, я запишу какой-то черновичок Вы его почитайте Потом мы его как-то обсудим И, в общем, короче, сделаем А сейчас пока вот будем делать черновичок в устном варианте Итак, я чуть-чуть сделал вступление Какой у меня есть практический опыт в организации такой работы Значит, я организовывал такую работу депутатом в горсовете Вот, и мы трижды делали такую работу в парах Результат был такой, что Обычно, ну, это были люди не освобожденные Они днем работали Они собрались в 8 часов вечера В рабочий день И, ну, до 12 ночи работали Они мне в конце сказали, что очень удивились Результатом, потому что Увидели, что они в 12 часов ночи закончили Все свои вопросы порешали Обычно у них было не так Когда они работали, ну, как умеют Они до 4 утра сидели И оставалась куча необсужденных вопросов А работая в парах Они, значит, их порешали за 2 раза меньшее время И нерешенных вопросов не осталось совсем Вдобавок еще результат был такой, что они сказали, что они нисколько не устали В то время как, работая не в парах, они очень сильно, конечно, к 4 утра очень вставали Это вот такой опыт Дальше какой еще опыт? Например, мы проводим в школе педагогический совет в парах И у меня этого опыта очень много Я приведу такой совершенно крайний, такой, ну, предельно сложный вариант Это педсовет в школе Которая 1500 учеников Это город Губкинский Там, где нефть добывают Вот Значит, 1500 учеников Соответствующее количество учителей Где-то 50 По-моему, 7 человек всего в школе Школа двухсменная И вот тут предельно сложный случай в том, что Они в этом режиме могут собраться только между двумя сменами А между сменами есть полтора часа времени И вот представьте себе, учителя, отработавшие несколько уроков В первой смене приходят на педсовет А те учителя, которым работают на вторую смену, они приходят на полтора часа раньше И начинается педсовет Мало того, мы на этот педсовет пригласили родителей Некоторый актив Конкретно там собралось Из вот этих 50 с лишним учителей Пришло реально только 27 Еще 12 пришло родителей И 15 пришло учеников И в сумме получилось 54 человека Собрались в рекреации, естественно Там поставили столы Определенным образом Но удобным для работы в парах Был мною написан оргпроект С которым я ознакомил некоторого там участника конкретного Но директор мне предложила там учительницу одну Я ей этот оргпроект высылал Она почитала Мы с ней встретились, обсудили Короче, я ее достаточно подготовил Чтобы она могла этот процесс на месте организовывать И вот за полтора часа они сделали Да, а у директора Я, естественно, у директора школы Я спросил, вы вообще ради чего это все Работаете, делаете Педсовет Хотелось бы, чтобы это не было Какая-то формальность ради галочки А какой-то конкретный результат И она мне честно сказала этот результат Она сказала, у меня две задачки Это, значит, имидж школы У меня лучшая школа в городе И этот имидж стал немножко снижаться Мне надо обратно вернуть все этот процесс На возрастание И вторая задача Это вне классная работа Когда, ну, что-то вне уроков Там еще надо в школе организовывать И та работа у меня очень то потухнет, то погаснет Вот И все это записано, естественно, на видео Все предварительные разговоры С директором записаны Как мы с ней обсуждали оргпроект Потом с этим диспетчером Потом сам Педсовет Они там сняли все на видео Я смонтировал все это Вот И потом после Педсовета Я позвал этого диспетчера И мы тоже записали Как она вела все это Весь этот процесс И потом, конечно С директором школы Получила ли она Запрошенный результат Вот Результат был получен Абсолютно Вот Удовлетворен ее И, соответственно Потом она написала мне Письменное Такое Как бы резюме Ну, чего она получила От этого Педсовета Мало того После Педсовета Непосредственно Намеченные вещи Собрались рабочие группы Под каждый вопрос Который они там В результате получили Это была Реальная рабочая группа Людей Которые сказали Мы под этот вопрос Подставляем свое плечо И будем дальше делать И некоторые вопросы Начали решаться Сразу на следующий день После Педсовета Другие вопросы С понедельника Начали решаться И директриса Была очень довольна Подобных опытов В очень разных местах У меня много Вот Теперь возвращаемся После такого Ну, как бы Моего представления Моего опыта Возвращаемся К вашей задаче Предположим Что вот вы там Заказчик И я говорю Ну, вы же представляете Там ради чего Вы собираетесь Вот вы мне Вы можете Мне сейчас сказать Ну, какой результат Ну, лично вас Поскольку я бы Не хотел там Чтобы вы за кого-то Там рассказывали Это я не люблю Лично вас бы устроил Вот в следующий раз Который вы будете Через неделю собираться Ну, как-нибудь Опишите Не весь целиком А хотя бы часть Какую-то Для примера Так Ну, у нас Две Взаимосвязанных Задачи Ага Точнее У меня Две задачи О, мне больше нравится Когда не у нас Да Да У меня На самом деле Пожалуйста Все это понимают Подвиньте немножко Камеру А то вы вышли Из середины кадра А Отодвинуть Нет Наоборот Вот так Чтобы вы были в центре Во-во-во Спасибо Хорошо Меня видно сейчас Хорошо Да Очень Все хорошо Так Вот Мы создали Общественное движение Так С целью Продвинуть Некоторые Свои Идеи Идеологические Наработки Вот А именно У нас есть Концепция Нового Хозяйственного Строя Который Мы С которым Я вас В прошлый раз Познакомил Да Идея Изюминка Связана С тем Что Плачу пока Здоров Помните Да Да Вот Обобщение Этого Подхода На все Отрасли Экономики Выразилось В том Что Написан Проект Определенный Проект Нового Хозяйственного Строя Проект Законов Соответствующих Но чтобы Это Продвинуть Нам надо Организовать Движение Избирателей Которые Окажут Этому Поддержку И здесь Две задачи С одной стороны Надо саму Эту идеологию Донести До людей Чтобы они Поняли Ради чего Так Подождите У меня уже Пару вопросов Я буду Задавать Значит Когда вы Сказали Продвинуть Это значит Приблизить Осуществление Я правильно понял Да Ну как Мы должны Довести Вот этот Проект До уровня Законопринимаемых Законов Я понимаю Госдума Должна Принять Эти законы И второй Вопрос У меня Когда вы Сказали Что нужно Довести До сознания Людей В данном Случае Вы имеете Ввиду Тех Кто собирается На ваши Встречи Я правильно понял Да Вот те Кто собирается На эти Встречи Они Понимают Что Жизнь Устроена Неправильно Но как Ее Изменить К лучшему Они не знают И поэтому Каждый В свою Степь В свою Сторону Тянет У каждого Свои Идеи И вот Надо Идея Была Общая Единая Идея Завладела Что вот Если вот Такой Пакет Законов Мы примем Тогда Это всех Устроит И вот Тут Приходится С одной Стороны Людей Убеждать Что именно Эти законы Нужны Потому что Свои Представления О том Каково Должно Будущее Первая Задача Вот этих Собраний Что Что Культивировать Среди них Правильную Идеологию Ну правильную В моем Понимании Понятно Я понимаю Я понимаю Правильности Вот А вторая Задача Что Те Кто Стали Единомышленниками Им надо Объединяться Организационно То есть Решать Организационные Задачи И Предметом Этой Организации Является Что Создание В других Районах Таких же Групп Таких же Активистов И Там Опять таки Ведение Вот этой Пропагандистской Работы То есть Меня попросили Когда вы сказали Других районов Это где? По всей стране А Понятно То есть Это и в Новосибирске И в других регионах Тоже Здесь актив В основном Новосибирске Собирается Потому что мы же Собираемся Очно Очно Значит Здесь Во всех районах Новосибирска Вот Но Есть Контакты И с другими Городами Поэтому Желательно Чтобы это Пошло И по другим Городам Понятно Понятно Ну В общем-то Задача Понятная Вот Что сказать Значит Я бы сейчас Пока Сузил Эту задачу Довести До Как бы Сознания Людей Чтобы они Как-то Вникли В чем-то Согласились А может быть Даже добавили Какой-то Свою Толику По ходу Дела Неизбежно Они будут Добавлять Правильно? Вот Я бы Сузил Это Вот Ну До такой Вот Маленькой Задачки Да Вот И Сказал бы Ну да Вот Вполне себе Мне кажется Для меня Понятная Задача И можно Ее решать Вот Ну Сейчас Одну секундочку Я сделаю Маленькую паузу Тут у меня Очень важное Это самое Я должен Ответить На сообщение Берем Буквально Минутку Хорошо Продолжение следует Продолжение следует Все Вот Возвращаемся Сказать Вот Значит Теперь я Обрисую Ну Так Сказать Поскольку Задачу Эту Я получил Только что И Времени Наподумайте У меня было Вот Только Сколько Было То Я Такой Эскиз Попробую Сейчас Накидать Что бы Могло Это быть Как Вообще Да Пожалуйста Вы хотите Что-то Сказать Нет Нет Я вас Слушаю А то Вы так Подняли Руку Я думал Что вы Нет Я не Поднял Руку Вот Значит Итак У нас Есть Будем Говорить 40 Человек И Пару Часов Времени Как Обычно Выглядит Орг Проект Первое С чего Он Начинается Это С домашнего Задания То есть Мы должны За пару Хотя бы Дней До Начала Встречи Людей Повестить Об этом Домашнем Задании Чтобы Они Могли Подготовиться Смысл Домашнего Задания Должен быть Какой-то Легкий Необременительный Для людей Поскольку Они Очень Разные Вдобавок Еще Скорее Всего Они Очень Занятые Люди Исходя Из этого Мы должны Предложить Что-то Такое Совсем Простое Но Все-таки Такое Что Будет Для обсуждения Данного Вопроса Полезным То есть Какую-то Информацию Подготовить Или Или Дать Какой-то Общий Вопрос Для Всех Одинаковый На Который Они Принесли Письменный Ответ Вот Причем Заранее Написанный И Принесенный На Бумажки То есть Чуть-чуть Их Чем-то Озаботить Я Пока Так Сходу Наверное Не могу Этот вопрос Сформулировать Это Предстоит Нам С вами С Сделать И Я Всегда Делаю Это Вместе С Заказчиком Формулирую Это Домашнее Задание Ну Поскольку Надо Обсуждать Заказчик Лучше Знает Какие-то Возможности Что На чем Именно Надо Обратить Внимание Этих Людей Чтобы Они Были Подготовлены К этой Работе Естественно Мы Морг Проект Тоже Пошлем Чтобы Они Заранее Почитали Как Они Будут В парах Работать Вот Мы Эту Парную Работу Опишем Я Лично Опишу В очень Простых Словах Без Всяких Теорий Всяких Фигней Вот Соответственно Это будет Все Раскладка По времени То есть Мы Там Например Вы Там Собрались Сейчас Как-то Вы Работаете Или Там С самого Начала Мы Это Сделали Для Меня Это Сейчас Не Сильно Важно Вот Я Там Эти Два Часа Спешу По Времени Первые Пять Минут То-то Потом Двадцать И так Далее Соответственно Мне бы Хотелось Ну ладно Сейчас Не буду Пока Туда Ходить Потом Скажу Значит И вот Они Делают Домашнее Задание И с ним Приходят Естественно Мы Ожидаем Как Нормальные Люди Что Из них Это Домашнее Задание Выполнят Не все И мы Должны Наши Дальше Наш алгоритм Работы В парах Ну Сделать С учетом Этого То есть Мы Сделаем Скорее всего Два Отдельных Алгоритма Для людей Которые Сделали И мы Их Посадим Друг Дружки В пары А Тех Которые Сделали Домашнее Домашнее Поставим В отдельную Кучку И тоже В пары Вот Тогда Они Будут Как-то Между Собой Взаимодействовать По определенному Вот Алгоритму А те Будут Например Ну Заниматься Выполнением Домашнего Задания Но уже Теперь Не самостоятельно А в парах Я пока Так эскиз Сделаю Может быть Так не будет Подумаю Немножко Вот Теперь Значит Сама работа В парах Как выглядит Значит Ну Во-первых Так Чисто Вот Зрительно Я обычно Рекомендую Как Вот Люди В разное Время Приходят На Эту Встречу Кто-то Приходит За полчаса Кто-то Приходит Тютелька В тютельку Кто-то Опаздывает Минус На 15 Значит Даже На 5 Советы Так было Вот Поэтому Это Работа в парах Она к этому Очень устойчивая Это у нее Такое Очень важное Свойство Потому что Без разницы Вот Но Диспетчер Должен делать Следующее Вот Приходит Человек За полчаса До начала Он говорит Вот Садись Тут Показывай Конкретно Стульчик А я Нарисую Схему Как Нужно Людей Посадить Ну Видимо Поскольку Вы сказали Там большой Стол И вот Это Там Наверное Так нельзя Быть Сделать Это Мы Отдельно Обсудим Можно По-другому Посадить То есть Можно Без Стола Вообще Стол Нам Будет Даже Мешать Наверное Этот Большой Вот Ну Мне Быть Желать Тогда Схему Помещения Сколько Там Есть Свободного Места И Сколько Занимает Этот Большой Стол Чтобы Я Ориентировался Ну Как Организовывать Работу То есть Схема С вас Хорошо Примерно Какая Квадратные Метры Вот Значит И так Они Сели В паре Этот Говорит Вот Садись Сюда И сиди Заходит Второй Человек Он Говорит Вот Садись Рядом С ним Вот Тут Бумажка Лежит Там Инструкция Читайте И там Написано Что Делать В паре И Они Начинают Это Делать Они Грамотные Люди Там Простой Алгоритм Что Партнер Первый Спрашивает У второго И Написано Что Спрашивает Потом Что Делает В это Время Второй Партнер И так Далее По Бунк Алгоритм Будет Очень Простой Поскольку Люди В парах Еще Никогда Не Работали Поэтому Тут Нельзя Никакого Сложного Алгоритма Это Будет Два Притопа И Без Всяких Даже Прихлопов А Просто После Того Как Они Это Сделали В паре Поработали А Там Инструкция Которые Они Читают И Диспетчеру Не Надо Ничего Объяснять Он Будет Присматривать Поскольку Они Все ребята Заканчивайте В паре Давайте Меняйте Партнеров Вот Они Идут В другую Пару Меняют Партнеров И Опять По этому Алгоритму Работать Снова И Таким Образом Они Могут Сменить Двух Трех Партнеров Дальше Я делаю Простую Раскладку Я говорю Так Ну В зависимости От того Какой Вопрос Мы Им Напишем Что В паре Делать И Какой Будет Алгоритм Ну Условно Можно Сказать Ну С учетом Того Что Люди В парах Не умеют Работать У них Там Базар Вокзал Будет И так Далее Из-за Этого Такая Несобранность Поэтому Я Говорил Ладно Дам Я им Щедро На Работу С одним Партнером 15 Минут То есть Ну Пополам Дели По 5 Минут Каждому И Еще Небольшой Запас Вот И так Они Минут Теперь Им Надо Выбрать Нового Партнера Сесть В пару И опять Работать И Я Кладу Три Таких Вот Смены Итого 45 Минут Вот 45 Минут Они Работают В парах Мы Вопрос Сформулируем Алгоритм Так Чтобы Они Какой-то Продукт Получили Мыслительный Продукт Вот И Мы С вами Обсудим Какой И Тщательно В алгоритм Это заложим Вот Соответственно Когда Они Этот Продукт Получили Мы Их Можем Объединить В какие-то Группы В зависимости От того Что Какой Человек Получил Мы Говорим Кто Так Считает Вон Там Садитесь И Делайте Малую Группу А Вы Вон Там Садитесь Кто Вот Так Сделал И Соответственно Даем Им Задание Что Теперь В малых Группах Они Должны Сделать Объединенный Какой-то Результат Выделить Докладчика И Соответственно Потом Всем Рассказать Что Они В группе Выработали Стандартный Подход Я его Везде Одинаково Применяю Он Везде Одинаково Хорошо Показал Себя Вот Даем Им На Это Там Ну Зависимо От Того Какую Мы Им Задачу Поставили Мы Им Даем Там 15 Минут Ну То 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 Соответственно Потом От Каждой Группы Выходит И Докладывает Результат Ну Допустим 3-4 Группы Получится Может 5 Даже Группы Мы Даем Жестко Какое-то Маленькое Время На Доклад Мы Говорим Ребята Доклад Должен Не больше Двух Минут Или Трех Минут И Диспетчер За этим Следит Говорит Все Ваше Время Истекло Давайте Валите От Седова Вот Ну Как-то Или Может Быть Более Мягко По Обстановке Какие Люди Я Трудно Себе Это Сейчас Реально Так Совсем Представляю Вот И Когда Доклад Здесь Сделаны Мы Говорим Так Все Свободны Кроме Вот Докладчик Это У нас Будет Ну Как бы Группа Которая Работает Между Нашими Встречами Оргкомитет Такой Рабочая Группа Которая Готовит Следующую Встречу И Что-то Такое Промулирует Вопросы Предварительно Давайте Оставайтесь Мы Еще Полчасика Поработаем А Вы Валите Или Идите Вон В ту Часть Комнаты И Там Давайте Другую Вид Работы Делайте Вот Ну Эта Схема Абстрактная Поскольку Непонятно Какой Предмет Им Поручается И Потом Вы Все Время Говорили В таких Терминах Будто Они Что-то Должны Сделать А Ведь Если Речь Идет Ну Например Я Все Время Пытался Понять Если Это Образовательный Процесс То Что Они Друг Друга Учат Что Ли Не Не Вот Этот Процесс Который Я сейчас Говорю Там Никакого Образования Нет Вот Я И Удивляюсь Потому Что Я Как Б Помня Откуда Ноги Растут У вашего Подхода Я Все И думал Где же Здесь Образование Не 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 Зря Вы Так Думали Я Несколько Раз Сказал Что Это Технология Она Она Так А Вот Здесь Хорошо Вот В моей Задаче Речь идет Именно Об 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 Что Приходят Люди И У каждого Свои Представления Но В основном Все Недовольны Тем Что Сейчас Есть Как То Надо По Другому А Как По Другому Этому Надо Научить Вот Я Как бы Исполняю Миссионерскую Задачу Я Миссию Несу Я Уже Продумал Как Надо И Мне С Людьми Надо Надо Им Объяснить Надо С ними Поспорить Убедить Их То Я Решаю Вообще Так Говоря Образовательную Задачу Вот А после Того Как Я Найду Единомышленников Я Ему Могу Поручать Задачи Потому Что Пока Он Не Стал Единомышленником Он Не Будет От Меня Никаких Заданий Принимать Потому Что Ему Непонятно А Зачем Это Это Единомышленник Который Разбирается Да Ну Так Это Есть Вот То То есть Задача У меня Получается Как Две Стороны Одно Образовательное То То Сам Проект Надо Донести До Людей Чтобы Они Проникли А С Другой Организационно Что Те Кто Поняли Да Мы Готовы Говорите Что Делать И тут Обсуждение Когда я Сейчас Вам Ответил Что Никакого Тут Образования Я Не Имел Ввиду На На самом Деле Ну Можно Сказ Что Ну Я Слукавил Да То То есть Мы С вами Хозяева Этого Алгоритма И Можем Всяко Разно Тут Варьировать Ну Чтобы Я Тут Уточнил Скажите Пожалуйста Кроме Вас Там Есть Еще Какие-то Такого Склада Люди Которые С чем-то Своим Тоже Хотят Вот так Сделать Как Там Есть Люди Которые Прониклись Уже Этой Идеей То есть Ваши Решать Организационные Задачи Подождите Ваши Да Да Мои А То есть Есть Уже Некоторые Некоторые Такое Ядро Ядро Которые Уже В теме Единомышленники Есть Есть Сколько Это Человек Примерно 3-4 Человека Понятно То есть Мы можем На них И плюс Есть То что Вы говорите Что есть Те у кого Есть Своя Идея И которые Готовы Спорить Сколько Таких Ярких Есть Таких Ну Еще Два Кроме Меня Один Два Ага Понятно И как Правило Поскольку У нас Площадка Открыта То есть В любой День Могут Появиться Новые Люди И поскольку Молва Идет Что вот Люди Собираются С этими Устремлениями То почти Каждый раз Кто-то Новый Приходит Который Начинает Своё Предлагать Свою Идеологию Фактически Каждый Каждый раз Возникает Новый Идеолог Какой-то Претендент Теперь у меня вот Такой вопрос Я понял Ситуацию Да Очень Существенное Уточнение Два Я Взял Сейчас На вооружение Два Существенных Уточнения Что Есть Единомышленники Раз Что Есть Некоторые Такие Которые Тоже Свою Какую-то Отсебятину Там Хотят Навязать Вот Это Очень Важно Вот И Соответственно Задача Третья Что я Понял Это Образовательная Такая Задача Будем Дальше Конструировать Вот Значит Что Я Тут Еще Сказал Такого Вот Будем Ли Мы Давать Возможность Идеи Вот Этих Еще Параллельных Лидеров Или Носителей Каких-то Существенных Идей Которые Тоже Как и вы Аналогично Которые Вы сказали Там Человека Два Есть Будем Ли Мы В наш Процесс Вот В данном Случа В эту Конкретную Парную Работу Давать Тоже Вход Или Будем Делать Моно Такой Процесс Я Здесь Нельзя Их Исключать Поскольку Речь Идет Об Электорате Весь Электорат Надо Собрать По максимуму Я примерно Понял Да Ну то есть Их активность Нужна Давать Ей Выход Я так понял Не просто Давать Ей Выход А поскольку У каждого Есть Своя Уровень Общности Ну то есть В смысле Обобщение То есть Скажем У меня Проект Который Охватывает Все стороны Жизни А у них Проект Который Охватывает Только Медицину Например Или Только Образование Поэтому Мне надо С ними Состыковаться По Логике Включения Частного В Общее И тем Самым Они Как бы Станут Соучастниками Вот Таким Образом Теперь Смотрите Что я По Организации Нашего С вами Приготовительного Процесса Сказал Следующее Мой Опыт Я вам Рассказал Про Эту Школу Директор Мой Опыт Показывает Что На Подготовку Этого Дела Такой Работы Нужно Какое Время Вот Я Конкретно Тот же Самый Пример С этой Губкинской Школой Номер 7 Какая Школа Номер 7 В каком Городе Губкинский Лукинск Нет Первая Буква Григорий А Гу Как он Называется Губкинский А Губкинская Нет Губкинский Губкинский Да Вот Значит Вот У меня Есть все Видео Записанные Но Вам Не надо Их Смотреть Значит Это Процесс Проходил Так Я Первый раз С С Директором Вот Как Сейчас С вами Первый раз И Спросил Ее Какой Результат Она Хочет Она Мне Сказала Это Длилось Минут 15-20 Я Это Записал И Сел Писать Текст Послал Ей Текст Она Почитала Через Там 3-4 Дня Мы С ней Снова Встретились Опять Записали Какие-то У нее Вопросы Возникли Это Все И Опять Сел Текст Поправил Опять Ей Послал Итак Мы Записали 3 Видео Встречи Плюс Еще Одна Встреча С Диспетчером Где Я Ей Объяснял Чего Там Как Делать Надо Руководить Этим Процессом Вот После Этого Уже Проходила Сама Встреча На Все Это Ушло Примерно Месяц Вот С Интервалом Со Семь Вот И Готовность Была Очень Высок То есть Потом Когда Я Прямо Вечером Этого Дня Встретился С Диспетчером И Есть Запись Она Мне Рассказала Как Она Вела И Что Там Что Абсолютно Без Сучка И Задоринки Она Сделала Все Как По Ногу Вот И Сама Довольна И Все Там Понимаете Да Вот Ну Вот Такой Примерно Вот Нормальный Такой Неспешный Процесс Поэтому Я бы Предложил Ну Например Если Мы Хотим К Следующей Пятнице Подготовиться То Тогда Нам Нужно Просто Частоту Вот Этого Контактов Сократить Срок Вот Ну Я бы Например Сейчас Сел У Меня Вот После Нашего Разговора Должна Была Быть Встреча Но Мне Сейчас Написал Человек Что Встреча Отменяется Поэтому У меня Вечер Остается Более И Я Постараюсь Сделать Какой-то Эскиз И Вам Прислать Ну А дальше Будем Посмотреть Если Мы Увидим Что Мы С Вами Готовы К Пятнице Будем Делать В эту Пятницу Следующую Если Нет Перенесем На Индизу Правильно Нормально Ну Вот Собственно Говоря И Все Мне Пожалуй Что Больше Нет Вопросов У Меня Мне Достаточно Как Технолог Информация Исходной Вот Если Что-то Я Вспомню Я Вам В письменном Виде Спрошу Вот Ну И Пожалуй Что И Все Мне Задача Очень Интересная Я Прямо Скажу Я Немножко Обрадовался Когда Вы Сказали Что Там Один Товарищ Про Медицину А Другой Товарищ Про Образование Меня Оба Направления Порадовали Вот Потому Что В обоих Направлениях У меня Какие Нужды Нужды Именно В кооперации Вот Да И Я Может быть Частично Их Получится Как-то Там Реализовать Тем более Мне это Интересно Вот Ну Я даже Могу Проговорить Значит Я не помню Я вам Посылал Либо Так Говорить Вы что-то Хотели Сказать Говорить Нет Вы Мне Задали Вопрос Я Сказал Нет Что Посылали Либо Мне Бандероль Я Ничего Ну Может В почте Что-то Где-то Есть Но Я Обычно Пишу Либо В телеграме Либо В скайпе Я вам В скайпе Напишу Значит Это Самое Бандероль Это Полстранички Текста И там Все Объяснено Вот То есть Вам Ничего Там Делать Особо Не надо И Тем Людям Которые Захотят Со мной Кооперироваться Тоже Им Надо Просто Почитать Этот Текст И Прикинуть Для себя Ну Кто Б В окружении Меня Вот Заинтересовался Б Этим Текстом И Послать Ему И Все И Сказать Вот Там Вася Посмотри Или Там Маша Посмотри Может быть Тут Ты Увидишь Для себя Пользу Вот Это Чисто Образовательное Направление Вот И Да Я Для Нашего Третьего Собеседника Скажу И для Вас Тоже Валентин Николаевич Что Вот Здесь Внизу Под Видео Это Будет Все Написано Все Ссылки На Бандероли На Все То есть Я Даже Не Буду Вам Вот Ну Отдельно Я Конечно Вам Буду Присылать Уже Орг Проект Эскиз Такой Это Уже Отдельно Вот Я Обычно Эти Эскизы Все Делаю В Гугле Они Лежат Я Вам Только Ссылку Буду Давать Соответственно Те Кто Хочет Из Наших Зрителей Они Тоже Смогут Эту Ссылку Брать И Смотреть Этот Орг Проект Вот То есть У меня Очень Открытая Работа Такая Прожачная Вот Ну В общем Можно Наверное Завершать Что я Имею Ввиду По Образованию Какая У меня Корысть И Интерес Есть Ну У меня Наверное Скорее Всего Это Будет Такой Исследовательский Интерес Вот Что Если Человек Там В теме Что-то Может Он Знает Какую-то Информацию И Может Что-то Прояснить На Какие-то Вопросы Вот То есть Ну Например Там Меня Интересует Фактический Процент Хронически Больных Детей Которые Заканчивают Школу Или Например Процент Дефектных Детей Рождаемых Там В течение Года Да Ну В данной Местности Там Или В каком-то Области Федеральном Округе Или Как-то Там Вот Потому Что Эта Информация Она Такая Какая-то Трудно Находимая Вот Ну Я Борюсь С причинами Таких Негативных Явлений И мне Хотелось Знать Статистику Насколько Это Всесерьезно Вот Так Ну Ну Ладно Тогда Вам Что Пожелаю Отдыхать После Трудового Тяжелого Дня Взаимно Желаю Вам Отдохнуть Всего Доброго Да Всего До свидания До свидания Субтитры Субтитры